Пять скрипок великих мастеров прошлого звучали на сцене Дворца культуры имени Кирова. Концерт целиста Дмитрия Когана состоялся в рамках фестиваля Дни высокой музыки на Южном Урале. Ценный груз в Копейск доставили незадолго до концерта. Пока публика собиралась в фойе, маэстро Дмитрий Коган готовился к своему выступлению. Его появление на сцене зрители ждали с волнением. Пять скрипок общей стоимостью более 20 миллионов долларов и игра выдающегося музыканта в окружении охраны. Высокую оценку этому событию в городе дали не только знатоки искусства. Здесь, в зале, слушая звуки истории, сидят учителя, музыканты, врачи, спортсмены и политики. А это единственный не итальянский инструмент среди этой коллекции. Это инструмент дающегося французского мастера Жанна Батиста Вильяма. Всю свою жизнь Жанна Батиста Вильяма посвятил тому, чтобы создать инструмент, который бы не уступал величайшим творениям Страдивари и Гварнере. Возможность увидеть своими глазами и услышать уникальные скрипки копейчане получили благодаря проекту «Дни высокой музыки» на Южном Урале. Так повезло еще девяти городам региона, включая сам Челябинск. Ощущения очень потрясающие. Буквально сливаешься со скрипкой. И вот это вот мастер. Но вот по-другому не скажешь. И очень много информации новой. Вот сами скрипки, история происхождения. Такое, наверное, раз в жизни бывает, когда столько великих скрипок и такие музыканты. Безопасность и сохранность великих скрипок обеспечивает охрана. Шокирует и сама стоимость инструментов. Например, только скрипка Гварнере оценивается в 18 миллионов долларов. Историческую же ценность вообще сложно измерить какими-либо цифрами. Зато сам Дмитрий Коган это достояние истории сравнивает с женами. Считайте, как пять жен. Вот я один такой вот многоженец. И вот я им постоянно изменяю друг с другом. И они злятся, ревнуют. Поэтому каждая из них, вот каждый день по-разному показывает мне свой нрав, свой характер. У вас мне очень понравилась. Очень теплая публика. Хороший, в принципе, зал. Ну, рояль, конечно, старовато. Может быть, будет возможность, будет возможность что-то сделать к следующим фестивалям с роялями. Потому что рояль, конечно, в таком зале должен быть поновее, повыше уровень. Честно говорю. Фестиваль Дни высокой музыки на Южном Урале проходит уже третий год подряд. Толчком к его созданию стало желание выдающихся музыкантов нести в массы культуру и высокое искусство.